Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и я Елена Чернявская. Каждому будущему призывнику стоит знать, когда ждать повестку в армию. Так, в 2020 году россиян в возрасте от 18 до 27 лет, помимо весеннего призыва, как обычно, ждет еще и осенний. В это время младые люди, достигшие 18-летнего возраста, начинают получать повестки, обязывающие их явиться на медкомиссию и пройти профессиональный психологический отбор. О сроках его проведения, а также о том, кто именно будет интересен военкомату, сегодня расскажет мой гость в студии. Начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Самарской области, подполковник Дмитрий Олегович Шевчук. Здравствуйте! Добрый день! Ну что же, расскажите, пожалуйста, когда начинается, ну и когда закончится осенний призыв 2020 года? В соответствии с федеральным законом о воинской обязанности в военнослужбе, осенний призыв начинается с 1 октября до 31 декабря всего года. То есть достаточно такой большой промежуток, 3 месяца, он длится, то есть за это время вы планируете всех желающих, ну и возможно, кто еще даже об этом не подозревает, призвать в армию. Хорошо, а есть ли какие-то, может быть, существенные изменения этой осенней призывной кампании? Вот правда ли, что в 2020 году срок службы увеличит до 1 года и 8 месяцев? Вы знаете, это все слухи, никаких изменений в ближайшее время по увеличению срока службы не планируется, а что касается проведения, каких-то новшеств тоже не предусмотрено, все также в плановом режиме в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правыми актами. То есть никаких указаний, вышестоящих органов получено не было, и то есть также, сколько сейчас в таком случае служат в армии? Ровно 12 месяцев. То есть получается один год. Один год. Но кто-то служит и больше. Что это за категория военнослужащих и как называется это служба? Это военнослужащие по контракту. Они имеют право заключить контракт на 2 года, то есть взамен военной службы по призыву, имея среднее профессиональное образование, либо высшее профессиональное образование. И у них служба идет 2 года. То есть здесь как бы по желанию, любой желающий может служить 2 года, либо это все-таки какой-то отбор, профессиональная медкомиссия и так далее. Расскажите вот поподробнее. Конечно, конечно. Тут... Тонкостей много, да? И в состоянии здоровья, и уровень профессионального отбора тоже в этом случае обязательно применяется. Для того, чтобы заключить контракт с молодым человеком. Ну вот пример. Можете привести молодой человек, как здоров, где учился, как говорится. Вот каким образом он может пройти этот отбор? Значит, призывник пишет заявление в призывную комиссию, что он желает служить по контракту. Да. Вот. Его заявление рассматривает призывная комиссия и направляет на контракт. Значит, он отправляется на пункт отбора на контракт. Вот там ему предлагают перечень воинских частей для прохождения этой службы. Вот. Определяется, с какой воинской частью конкретно он хочет проходить, в какой воинской части проходить службу. Вот. И убывает туда для прохождения. То есть даже предлагает на выбор молодому человеку, где служить. Значит, я так полагаю, что по здоровью он должен быть, ну, абсолютно здоров, да? И никаких отклонений быть не должно. Ну, как, не совсем так. Тут, опять же, воинские части могут быть как ВДВ спецназа, так и другие, которые не требуют категории А по здоровью, то есть без ограничений. Поэтому отправляются в различные воинские части и в различные, причем в военные округа. Не обязательно это будет Самара и Самарская область. Вот. То есть и юг, и восток, и запад. То есть вся территория нашей страны. Вот, кстати, к вопросу о распределении. Скажите, пожалуйста, вот в осенний призыв, куда территориально будут распределены призывники нашего города Самары? Значит, в этом призыве планируется отправить призывников нашей Самарской области в три округа. Так. Это западный, центральный и южный. Вот. Ну и порядка около двухсот человек останется служить на территории Самарской области. А вообще желание ребят учитывается при распределении? Допустим, некоторые просят, да вот меня подальше от дома отправьте служить. А кто-то скажет, да я вот хочу рядом с дома, чтобы родителей видеть, любимую девушку. Вот, кстати, здесь как-то идете навстречу ребятам? Конечно, конечно. На призной комиссии в районных военных комиссариатах ребята могут выразить свое желание служить в том или ином роде и виде войск. Вот. И военные комиссары совместно с председателем призной комиссии принимают решение о том, куда его предназначить. Ну а в основном вот самарцы куда предпочитают отправиться? Может быть статистика какая-то интересная, если бы, может быть, на памяти случаи любопытные? Вы знаете, многие хотят служить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, то есть в больших городах, где можно не только послужить, но возможно будет увольнение, чтобы посмотреть заодно и красивый город, вот, и приехать с хорошими эмоциями. То есть совместить все-таки приятное с полезным. Полезное, конечно, я здесь имею в виду службы в армии. Вы знаете, у нас есть сюжет, который очень хорошо повествует о том, куда хотят поехать и где хотят служить самарцам. Давайте все вместе его посмотрим. Дмитрий Куклов Еще один добросовестный призывник Сергей Немов. Молодой человек окончил университет по специальности юриспруденция. Для того, чтобы в дальнейшем был карьерный рост, ему нужно отслужить. С 2014 года это обязательно условие для устройства на работу в госорганы. Не служивших в вооруженных силах, не имеющих на то законных оснований, выдается не военный билет, а справка, в которой так и написано. Не служил, не имея на то законных оснований. В этом году из Самарской области на военную службу отправятся 1700 юношей. Из них 200 будут служить рядом с домом. Новобранцы направлены в разные виды войск вооруженных сил России. В регионе призывную кампанию проводят 46 комиссий. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции призывные сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Те, у кого есть признаки ОРВИ и гриппа, в здании не допускаются. Это хорошая возможность воспитать молодых людей настоящими мужчинами, прийти после службы домой и смело, глядя в глаза всем своим товарищам, сказать, что я выполнил свой долг перед родиной, отслужил, могу с честью, с достоинством продолжить свою работу, жизнь уже в лице гражданского специалиста. Призывная кампания «Осень-2020» будет продолжаться в плановом порядке до конца года. Сейчас все это есть. И социальная дистанция, и масочный режим, и молодые люди, когда приходят на призывный пункт, они все находятся в масках, верно? Обязательно, да. Сейчас в военные комиссариаты прибывают призывники только в масках, в перчатках. Если вдруг они с собой этого не взяли, то им это выдается в военных комиссариатах. Там проводится дезинфекция рук, термометрия, обязательно там развернутые посты барьерного контроля, на которых как раз-таки все эти мероприятия и производятся. И только убедившись в том, что у призывника все в порядке, со здоровьем, с температурой, он допускается для прохождения медицинской комиссии и призывной. Ну вот, кстати, пик пандемии пришелся на весну, и как раз был весенний призыв. Вот скажите, пожалуйста, как-то коронавирус повлиял на работу вашего ведомства, на призыв, на количество призываемых молодых людей в армию? На количество призываемых никак не повлиял. Все установленные задания мы выполнили в полном объеме. Единственное, что все проводилось в очень сжатые сроки. Вот это немножко усложнило задачу, но тем не менее мы справились и выполнили. А как сейчас вообще ситуация в армии с учетом коронавирусной инфекции, тем более, что сейчас предрекают вторую волну? Не хотелось бы, конечно, в это верить, но тем не менее и цифры растут. Как сейчас в армии с этим делом? Значит, смотрите, прежде чем в армию они попадут, они должны еще со сборного пункта туда отправиться. Поэтому на сборном пункте также предусмотрены все профилактические меры. Весь транспорт, которым убывают призывники и старшие команды, они, будучи протестированы на сборном пункте экспресс-тестами, убывают в арендованных вагонах, исключая совместное следование с пассажирами. То есть они только отдельные команды, а в отдельном вагоне. То есть минимизируя возможность заболевания любыми как коронавирусными инфекциями, так и другими островирусными респираторными заболеваниями. Мне всегда, не знаю, везло, наверное, может быть, в кавычках, а может быть, и нет, когда приходилось путешествовать на поезде. Со мной постоянно всегда рота-2, солдат всегда ехали. Ну и как бы вели себя очень прилично, хотя говорят, вот солдаты хулиганят в поездах и так далее. Ничего подобного, совершенно нормально себя ребята ведут, особенно когда вот в Сызрани остановка, и поезд наполняется. Сейчас молодые люди, вообще, которые идут в армию, вот они с охоты идут туда служить, либо все-таки заставляют? Вы знаете, большинство, подавляющее большинство, конечно же, с охоты идет служить в армию. Единственное, есть призывники, их очень малое количество, которые не совсем осведомлены, что такое служба и как это происходит вообще. Осведомите, пожалуйста. С ними, конечно, проводим мы беседы, начиная вообще со школьной скамьи, со старших классов, вот, заканчивая уже военными комиссариатами, ну и далее уже в войсках, уже они прибывают и видят, что там, как на самом деле. Потому что все эти рассказы о том, что в армии тяжело и трудно и сложно, это все остается рассказами, потому что когда сам пока не попробуешь, ты не поймешь, как на самом деле. Вот, и большинство призывников, которые возвращаются уже отслужившими. Советуют, наверное, все-таки, да? Они, да, рассказывают только положительные эмоции о своей службе в армии. А сейчас вообще здорово армия меняет психологию, в том числе молодых людей, вот именно мужчин. Насколько это несет в себе воспитательный характер, ну и, конечно, патриотические чувства воспитывает сейчас армия, вот если честно, положа руку на сердце. Обязательно. Сейчас вооруженные силы, если вы заметили, принимают участие во всех таких значимых событиях нашей страны. Да. И, как вы видите, что парад победы, хоть и его перенесли, но тем не менее он прошел. Вот, и не только в Москве, во многих других городах, вот, где принимали участие также военнослужащие. На любых больших мероприятиях, городских, региональных, также всегда заявки подают для выделения военнослужащих на различные такие патриотические, в том числе, мероприятия. Поэтому вооруженные силы в лице наших же призывников очень пользуются спросом. Я знаю, что вы в армии давно и окончили военное училище. Скажите, пожалуйста, вот лично на своем примере, после окончания училища, вы, вернее, когда пошли только туда, вы намеренно хотели стать военным? А вот молодые люди, которые отслужили в армии, выбирают ли они профессию военного? То есть вот насколько этой преимственность завязана армией и профессией военного? Вы знаете, многие, да, многие потом остаются на контракт, вот, а чаще еще и поступают в военное училище для того, чтобы стать офицером. И сложить свою жизнь со службы в вооруженных силах. Вот, и сейчас, чем дальше, тем такого количества становится больше. Растет конкурс для поступления в высшие военные учебные заведения. Да, мне кажется, конкурс там всегда был очень приличный. Он, знаете, как... В зависимости от ситуации, наверное, да, все-таки в стране? Да, 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 да. То есть он таким неровным графиком идет, где-то больше, где-то меньше. Но вот на сегодняшний момент пошел рост желающих туда пойти. Все-таки, возвращаясь к призыву осенним, я, конечно, понимаю, что он только начался. Но вот, тем не менее, какие-то у вас цифры есть? Сколько самарцев пополнит ряды вооруженных сил вот именно этой осенью? Этой осенью мы планируем отправить в войска порядка 1700 человек. Это по области цифры? Это за область. За область. За область, да. Хорошо. Вот что вы учитываете все-таки при призыве ребят на военную службу? И как это влияет, опять же, на распределение? Ну, приоритетом, конечно же, является состояние здоровья призывника. Потому что, исходя из этого, идет распределение по видам и родам войск, куда они в дальнейшем будут направлены. Самая распространенная сейчас отсрочка, вот я, конечно, не особо разбираюсь в военном деле, но вот я даже знаю, что, допустим, распространенное плоскостопие и в армию не брали. Хотя это, на самом деле, серьезное заболевание. Сейчас в основном какие, по каким заболеваниям в армию не берут? В основном так же. Заболевание костно-мышечной системы, вот, конечно, имеется и болезнь сердца. То есть это 100% уже, если у ребенка порог сердца с детства, в армию его не возьмут? Нет. Так, что еще? Ну, это и так же, как вы сказали, что плоскостопие, кифозы, сколиозы, вот, все вот эти заболевания позвоночника, также являются основанием для того, чтобы призывник получил категорию В, ограниченно годен к военнослужбе, то есть в мирное время он негоден, а в военное время, при мобилизации, конечно, под ружье и в строй. Дмитрий Олегович, родители и призывников всегда беспокоят вопрос, что же брать с собой в армию? Вот у нас здесь не случайно появился паек в студии, вот обеспечивает ли он полностью призывников всем необходимым? Расскажите. Значит, советую родителям и призывникам, конечно же, что с собой лишних вещей и продуктов, тем более, брать не надо. Почему? Потому что на сборном пункте их всех переоденут в военную форму одежды, плюс им организовано трехразовое горячее питание, вот, но на путь следования до войсковой части им будет выдаваться вот такой рацион питания индивидуальный, которым они могут воспользоваться при следовании к военской части. Ну, чтобы наши уважаемые телезрители не думали, что это мы просто поставили коробочку, давайте-ка ее распакуем и посмотрим, что же там находится внутри, насколько это вообще соответствует полноценному рациону питания молодых людей, призывников, полных сил. Да, достаточно легко вот так вот открывается. Так, что же там внутри? Чем же кормят молодых людей? Ну, достаточно такой полный полег, объемный, да. Ну, рассказывайте, показывайте. Обязательно салфетки дезинфицирующие, так, концентрат напитка для разбавления водой. Вода есть всегда и везде, можно воспользоваться. Да, вода также выдается, да, вот, конечно, чтобы было сладенькое, вот, повидло. Так. Также шпик. Сало, как же без него? Сыр плавленый. Паштет печеночный. Все герметично упаковано, да, то есть можно раскрыть и... Икра кабачковая, заморская. Вот, пюре из яблок. Вот, что касается вторых блюд, это тефтели. Мясо с зеленым горошком. Ну, полноценный рацион, я хочу сказать, да. Плюс каша рисовая. Так. Вот, ну, вместо хлеба пользуются галетами. Армейские галеты. Галетами, которые, да, не портятся долгое время. Вот. Ну, как же без шоколада. Даже с лодкоежком, да, он делает себе? Даже имеются жевательные резинки. Прекрасно. Вот. Ну, а чтобы что-то подогреть из каши, то предоставляется сухой спирт. Угу. Вот. Также имеются спички, которые не гаснут на ветру. То есть можно спокойно это все дожечь. То есть полный, полноценный рацион. Да. Сахар. Угу. Ну, ложка, вилка. Чай, кофе. Чай, кофе. Тоже все есть. Прекрасно. Вот он, чай. Ну, вопрос качества я, конечно, вам наверняка задам. Вы кушали этот паек, наверное, не один раз. Скажите, вкусно ли? Я вам скажу, очень даже неплохой рацион питания. Вот на сутки вполне достаточно данного пайка. Вот. И даже часто остается. Призывники не могут осилить такой набор продуктов. Ну, хорошо. Давайте перейдем к дальнейшим вопросам. Вот очень хочется мне узнать, какие льготы приобретает военнослужащий, завершившую же службу по призыву, при поступлении в ВУЗы? Значит, при поступлении в ВУЗы призывники, которые уже отслужили, вот, они имеют льготы для поступления на подготовительные курсы у высших учебных заведений. Вот пользуюсь приоритетным правом на это. Ну, а вот есть ли какие-то, может быть, пособия, предусмотренные семье военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и уже имеющего ребенка? Вот раньше, если мне не изменяет память, если ребенок рождается в семье, молодого мужа на службу не брали. Сейчас какая ситуация? Да, действительно, до 1 января 2008 года была отсрочка по имеющему ребенка до трех лет. Вот, с 1 января данная отсрочка утратила силу, и поэтому при рождении ребенка у военнослужащего, который убыл на службу по призыву, значит, семья не бросается. То есть, социальные выплаты имеются в размере, единовременное пособие порядка 30 тысяч рублей. Единовременное, разовое. И ежемесячное, пока служат военнослужащие по призыву, в районе 12 тысяч рублей. Ну, нормальная поддержка семье военнослужащего. То есть, жена с ребенком получает по 12 тысяч рублей в месяц, пока папа... Служит, отдает долг родине, да? Хорошо. А вот все-таки пользуется у молодежи альтернативная служба или служба по контракту? Вы знаете, исходя из итогов, например, весеннего призыва 2020 года, я могу привести следующие цифры. Что из более трех тысяч человек, которые были отправлены в войска, изъявили желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой только 9 человек. Поэтому говорить о популярности данного вида службы не приходится. Ну, военных действий, слава богу, у нас сейчас нигде нет. Подтверждаете эту информацию? Конечно. И вам скажу больше, что с 2003 года военнослужащие по призыву не направляются ни в какие горячие точки. И вообще этот вопрос исключен. Значит, вот в таких конфликтах участвуют только военнослужащие по контракту. Дмитрий Олегович, армия сейчас воспитывает, в том числе, я повторюсь, волевые качества. И все-таки молодой человек, отправляясь в армию и взвратясь с нее, ну вот совершенно другим человеком, ведь верно? Да, и очень приятно, что это говорит человек, который не служил в армии, но он это заметил. Действительно, по поводу напутственных слов родителям могу сказать следующее, что бояться армию не стоит, если даже исходить из той ситуации, которая в нашей стране происходит ввиду коронавирусной инфекции, то всех хочу заверить, что всем необходимым имуществом медицинским воинские части обеспечены в полном объеме. Лучшие госпиталя, лучшие врачи имеются в вооруженных силах, это ни для кого не секрет. Поэтому в любом случае, попадая военнослужащий от сборного пункта до воинской части, он попадает сразу в карантин двухнедельный, где его еще раз тестируют, смотрят за ним, наблюдают. И только тогда он приходит дальше к полноценной воинской службе. А что касается самой службы для призывников, я скажу так, что да, хоть 12 месяцев это не великий срок, но тем не менее за этот отрезок времени призывники действительно возвращаются другими людьми и другими в хорошем смысле этого слова. Да, они по-другому оценивают происходящее, отношение к родителям, к своим же сверстникам и опять же к своей трудовой деятельности. Они понимают, что необходимо создавать семью, необходимо идти на хорошую работу, в итоге реализуются в успешного человека. Гражданина нашей страны. Спасибо вам большое, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город АС». Всего хорошего, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»